Олег Юрьевич, последний. Самый главный вопрос, который беспокоит очень сильно наших жителей, наших детей, и это уже становится катастрофой в нашем городе, это собаки. На сегодняшний день никто ничего опять не делает. Это уже с года в год, это какая-то некая... Приезжала, приезжала, и вы сами привели женщина, которая хотела организовать... Давайте сейчас. Что сейчас? Нет, давайте вы ответьте на вопрос, не перебивайте. Вы привели женщину, которая хотела сделать приют для собак. Было такое? Было такое. Потом вы написали, что она аферистка и так далее, что не надо такая. Приведите другую, которую сделает. Что конкретно? Должь совет на сегодняшний день сделать для того, чтобы численность собак уменьшилась в нашем городе? Конкретно. Вот Александр Иванович ответил. Александр Иванович, я отвечу. Значит, дело все в том, что это, ну, как замкнутый круг. Это с собаками, это просто высасывание денег, общественных денег, бюджетных денег из горы с полковным. Они их кастрируют, опять сюда привозят, и толку от этого никакого. Была собака злая, она останется. Хоть ты ей отрежь вместе с писуном все на свете, она все равно будет злая. И это высасывание денег. Уничтожать собаки по новым законам никак невозможно. Вы видите, знаете, в прошлом году был принят закон на животных. Вообще их обогатворили. Я понимаю, что это, если в благополучной, богатой европейской стране или американской, какое, неважно, что там есть возможность содержать собак отдельно от людей, у нас бедная страна, у нас люди плохо живут. Поэтому никто на собак не будет. А законы принимают гуманные. И вот это замкнутый круг. Понимаете? Когда девочку покусала, вот вы все знаете, в светлом, да? Покусала шестилетняя девочка собаки, старая собак. Он говорит, я готов был взять ружье и пойти стрелять. Меня отговорили, потому что у меня это была бы тюрьма. За собственного ребенка ему была бы тюрьма. Понимаете? Зачем тогда ЖКХ? Что сделает ЖКХ? На каждом доме вывесила объявление, где они говорят о том, что горсовет принимает, то есть они принимают заявки на диспетчерскую. Да, на блог. И потом отдают ее горсовету, и горсовет принимает решение отловить этих собак. Я звонила на диспетчерскую. Мне сказали, что уже диспетчеры передали вам 60 заявлений, ну 60 заявлений о том, что собак в переполнении. Что вы сделали? Делаем, делаем, вызываем компанию, приезжают. Мы очень трудно работаем с одесской компанией, которая при одесском горосполкоме, они занимаются. Мы приезжали к ним, с Олегом Юрьевичем, мы приезжали, познакомились. Он говорит, что нам это невыгодно, но мы будем с вами сотрудничать. Вошли в положение. Приезжают, забирают, делают им стерилизацию, но привозят назад. Говорят, мы лишних. Чисто наши личные отношения позволили с этими людьми порешать вопрос, чтобы они лишних нам не привозили. А было такое, что привозили и лишних. Но опять же я говорю, что эта выкачка просто гения. Это проблема по всем, кто там. Но все равно нас волнует, типа, да, чисто наш работник. Ничего мы сделаем другого, не вооружение. Ребята, вы меня извините, но опять начнется травля собак. Давайте вместе решим, что мы сможем сделать. Травить нельзя, тюрьма. Убивать нельзя, тюрьма. Мы стране нельзя. Крастрировали, все. Крастринализовать и вернуться врачи. Кто у вас на сегодняшний день, у нас же есть в Горсовете, кто занимается конкретно этим вопросом? Есть кто-то, специалист, кто-то вообще этим вопросом? Но один из отделов нашего... Отдел-то есть? Да, один из отделов нашего... Имущества, да? Отдела имущества, да, война и... Вот что они сделали? Ну, то есть мы, мы как жители, мы можем много чего сделать. Что вы как... Ну, то есть у вас есть отдел. Они вызывают, платят деньги. Что еще можно сделать? Ну, вы хоть не тяжело слышать, что мы, вирусники, куда-то должны их отвезти. Не только что, Альяна Ивановна дал четкую ответ. Четкий, классный, дал ответ. Ну, вы не слышите, вы только вопросы... Михаил Васильевич, нет, мы вас слышим. О, когда, между прочим, у нас были корейцы рядом, собаки не было. Поговорите, кто держит... Погрюка! У вас есть какое-то предложение? Давайте предложим. Погрюка! Михаил Васильевич, ну, ведь трогих собак начнут, понимаете? А это же все, ведь, пока нет. Честно, я говорю, замкнули кругу. Мы работаем согласно с животными, замкнули кругу. Мы их отглавляем, сервизируем, и обратно нам привозят. И тратим на них кучу денег. Мы бы эти деньги... У нас есть земли сельскохозяйственного развлечения сдать им в аренду наводчики. И вот тут будет тихо. Саша, ну, Саша, у нас вот когда там поля были под корейцами, у нас собак не было в этом городе. Одна-две бегала, и все. Мы должны гуманно к ним относиться. А мы что не гуманно, а к корейцам мы должны гуманно относиться. А сейчас такие законы, что к собакам надо гуманно относиться. Ну, это тоже не гуманно. Уже нет, да, так я на него... Конечно, корее за те же выводы. Ну, как-то надо, ну, не классный, понимаете? Надо какой-то выход. Но не классный. Это должен быть очень тихо. Чтобы никто не слышал, не знал. Ты хочешь в тюрьму попасть? Нет. Вот, пожалуйста, как можно не классно решить этот вопрос? Как? А, мадам? Она меня завтра же выложит из палитра. Я уже на час. А вы сейчас в опережке? В прямом опережке вы уже выложили. Ну, я знаю, знаю. Так как можно решить вопрос тогда с собаками, если я в прямом опережке? Ну, Александр Иванович, ну, их же опять начнут трогать. Я бы грант рассматривала, искала бы. Пожалуйста, вы общественность ищите. Мы находимся рядом с границей. 80... Сколько там? Меньше 80 километров. Да куда ты мечтала? Европа выделяет такие гранты. Так, ищите. Вы же общественность ищите. Что вы должны искать? У вас же есть... Да я английского не знаю. Как я буду искать? Так, а есть же отдел, на который получают зарплату. Какой отдел? Ну, в горсовете. Должен быть такой у нас отдел. Где? У нас в горсовете. Есть отдел, который ищет гранты? Это должен быть. Ну, опять вы только говорите, что здесь рассадник лентяев собрался, который получает на шару зарплату. Тут вы говорите... Александр Иванович, у вас, как у горсовета, возможности больше, чем у нас, у жителей. Ничего подобного. Ну, как это ничего подобного? Ничего подобного. Наоборот. Наоборот. Он, Саша, сегодня, Александр Сергеевич Шевченко, докладывал... Я правильно сказал? Да, правильно. Докладывал сегодня на исполкоме, что вот, пожалуйста, вот он нашел румынов, там, они... Да, это не он нашел, это в наших жителей городах. Очень, очень полезная вещь, да, действительно. Вам понравилось? Да, великолепно. Великолепно. Ну, вот мы же начинаем вам работать, подкидывая работу. И по поводу животных тоже. Существует ли реестр коммунальной собственности? Да. Ну, а как? У нас есть? Мы просто не можем найти. Вот мы хотели бы найти... Майоней инвестиций через своего депутата. Нет. Обратитесь через своего депутата. А он майоней инвестиций. И все будет выдаст. А так, ну, онлайн, мы не можем зайти и посмотреть, что в газете печатается постоянно. В газете печатается только, что мы сдаем. Но то, что сдаем, это уже... А нам надо реестрировать. Это не секрет. Это не закрытая информация. Это не закрытая информация. Спасибо. Спасибо. Извините за сунга.